Поставьтесь в части плюсики, если меня видно и слышно хорошо. Большое спасибо. Меня зовут Марина Городникова, я являюсь участником совета «Территория роста». И сегодня мы будем говорить о здоровье. Самое важное – о здоровье детей, о том, как быть счастливыми родителями. И каждый из нас знает, что в жизни самое важное – это здоровье. И об этом всегда говорят. Об этом говорят на каждой встрече, что самое важное – это здоровье в нашей жизни. Это самое важное – это здоровье наших близких, нашей семьи. И, конечно, если у вас есть дети, то самое важное для матери – это здоровье ваших деток. Поставьте пятерочку в части те, у кого есть дети. Спасибо большое. У меня тоже есть сын, и ему сейчас 9 лет. И самое важное, когда появляется ребенок – это, конечно, его здоровье. Потому что ни одна семья не будет счастлива, если у нее нет детей. Ну и, конечно, когда появляются детки, то самое важное – это их здоровье. И мы сегодня будем говорить о том, как предупредить. Мы сегодня будем говорить о том, что очень многое в жизни наших деточек можно предотвратить. И мне очень нравится следующий слайд, потому что профилактика – это действительно как зонтик. Вроде бы он не всегда и нужен, но обидно бывает, когда его забудешь, потому что может начаться дождь, и ты промокнешь. Точно так же и в жизни. Очень часто мы не задумываемся про то, что ребенок заболел, чтобы предотвратить. Так лучше? Лучше слышно? Сейчас я микрофон просто на максимум поставлю. Хорошо, хорошо. И, ну вот, смотрите, согласитесь, что иногда мы начинаем задумываться о здоровье тогда, когда мы его теряем. И сегодня немножечко хочу поделиться своей историей. Почему? Потому что точно даже, как многие мамы, мне казалось, что я даю для своего ребенка все самое лучшее. Я старалась ему покупать какие-то лучшие продукты. Я старалась покупать ему какие-то сладости, когда он попросил и так далее. Потому что ребенок просит и хочется дать ему все самое лучшее. И, в принципе, я могу сказать, что до трех лет мой ребенок не болел. Но когда мы пошли в сад, что произошло? Так как я не подготовила своего ребенка к саду, к инфекциям, к болезням, да, то есть я не одела на него тот зонтик, о котором мы сегодня будем говорить, то он начал болеть. И причем болеть очень сильно. У нас доходила такая ситуация до того, что мы две недели пьем антибиотики. Потом у нас один день перерыв, два дня мы походили в сад и опять мы заболевали. И при этом постоянно нам врачи назначали антибиотики. Я как мама, в принципе, я понимаю, что антибиотики убивают все живое, что есть в организме моего ребенка. И тогда вот я уже забила тревогу, потому что я понимала, что, в принципе, надо что-то делать другое, потому что антибиотики не помогут лечению. И в тот момент я обратила внимание на wellness для детей, именно на wellness кейс, витамины, минералы и омега-3. Мы начали употреблять эти продукты. И уже через полгода мой ребенок в саду был самым не болеющим из группы. То есть всегда называлось у нас три человека, которые не пропускали сад. И мы всегда входили в эту троечку. И сейчас мы ходим в школу. Причем нагрузки у деток, согласитесь, в школе очень большие. И wellness мы уже пьем почти 5 лет. Почти 5 лет мы пьем wellness детские витамины и минералы. И я как мама считаю, что я отдела на своего ребенка вот этот вот зонтик, который помогает ему предотвращать очень многое в его жизни. То есть я делаю по максимуму то, что зависит от меня. То есть я защищаю его от внешних агрессий. Потому что что происходит в детском организме при недостаточном поступлении витамина? Сначала организм расходует и меньшие резервы, потом появляются признаки витаминной недостаточности. То есть ребенок начинает быстрее уставать, то есть он начинает плохо спать, иногда плохо кушать и так далее. Но после этого начинается субклиническая стадия витаминной недостаточности. И вот здесь вот, когда какие-то инфекции, ребенок очень быстро их подхватывает. И у нас начинается, то есть какой-то орган начинает работать немножечко со сбоем. И получается, как только инфекция, хоп, у нас ангина. Как только инфекция, хоп, ангина и так далее. Но самое страшное, когда начинается клиническая недостаточность витамина. И тогда появляются хронические заболевания. Согласитесь, что это очень страшно, когда у деток в год, в два, в три и уже хронические заболевания. И очень страшно, когда это инемия, костная деформация, когда детки развиваются неправильно. Умственные нарушения, болезни внутренних органов, нарушения работы, в принципе, абсолютно любого органа. То есть оно уже клиническое, то есть оно постоянно. У ребенка хроническое заболевание. И здесь мы уже говорим о лечении, а не о предотвращении этих болезней. И самое страшное, что витамины, как правило, проявляют себя не своим присутствием. То есть когда мы пьем витамины, и у нас все хорошо, мы об этом не задумываемся. Все хорошо и все хорошо. Но иногда начинаем болеть. И часто витамины проявляют себя именно своим отсутствием. И следующий слайд мне очень нравится. Почему? Потому что если у нас детки маленькие, когда они еще маленькие, мы еще хоть как-то можем контролировать их питание. Но чем они старше, тем они больше начинают выбирать какие-то свои предпочтения и так далее. Буквально вот этот слайд мне напомнил сегодняшнее наше утро, когда я как мама выбираю самое полезное. Я сделала скушенные овощи на обед и так далее. Я так старалась, я так хотела, чтобы мой сын их сегодня скушал, потому что я знаю, что это очень-очень-очень полезно. Мой ребенок взял вилочку, поковырялся в этих овощах и сказал, я не голоден, мама. И пошел в школу. Но при этом он захватил с собой пару конфет, еще чего-то. И когда лежали там яблоки, груши и так далее, то есть он на это не обратил внимания. Почему? Потому что он считает, несмотря на то, что мы об этом постоянно говорим, но он смотрит на то, что делают другие дети. И дети стараются кушать то, что им хочется, а не то, что нужно. И с каждым годом очень сложно их обеспечить всем необходимым. Потому что они начинают есть то, что не нужно, то, что вкусно. А что вкусно? Вкусно то, в чем много красителей, ароматизаторов, тогда это вкусно. Сладкость, сахар и так далее, это вкусно. Но вопрос, полезно ли это. Но при этом каждому ребенку нужно что? Витамины, минералы, омега-3 и так далее. И при этом, если мы все знаем о том, что для полноценного функционирования организма нужно что? Белки, углеводы, жиры, витамины, минералы и вода. Но организм ребенка растет. Если это нужно взрослому, представьте, что у ребенка каждый день организм не просто функционирует, причем в более подвижном, более усиленном режиме, чем у взрослых. Но при этом он еще и растет. Каждый день рождается гораздо больше клеточек. Каждый день. И каждый орган, абсолютно каждая клеточка, она отвечает за какой-то орган. Есть полноценные клеточки, рождается полноценный орган. Есть неполноценные клеточки, рождается неполноценный орган. И эти органы еще плюс к этому растут каждый день. Ребёнок спит, а его организм растёт. И, соответственно, малыш, взрослый малыш, да, как я говорю про своего 9-летнего сына, взрослый малыш, он нуждается в большем количестве белков, полноценных белков, он нуждается в полноценных жирах, углеводах, но и обязательно в витаминах, минералов. Почему? Потому что сейчас очень много иммунохронических заболеваний. Обратите внимание на следующий слайд. Среди младших школьников, вы просто задумайтесь в этих цифрах, почти 20% детей с хроническими заболеваниями. Это не первые признаки, да, с хроническими заболеваниями. То есть это дети, которые имеют проблему в развитии какого-то определённого органа. То есть хроническое заболевание 20% деток имеют. А что будет через год? А что будет ещё через 10 лет? И согласитесь, что мы как родители, мы должны заботиться о питании наших детей, о том, чтобы они получали всё необходимое для полноценного роста и развития. И обратите внимание, очень часто говорят, что травматизм, травматизм, детки чаще получают какие-то травмы и так далее. На первом месте это болезни органов дыхания, на втором месте болезни органов глаз. Согласитесь, что сейчас очень часто видишь такую картинку, ну по крайней мере в каждой группе в саду, у нас в группе тоже были такие детки, которые в 2 года, в 2 года уже одевали очки. В 2 года очки. Вопрос, что будет дальше. И очень часто родители говорят о том, что у нас может наследственность такая и так далее. Но мы дальше будем разбирать о том, что абсолютно каждый витамин влияет на какую-то функцию. И на органы зрения тоже можно влиять наличием витаминов и минералов в нашем организме. И только на четвертом месте веский травматизм. Витамины и минералы. Да, то есть мы уже, я уже говорила о том, что необходимы обязательно белок, жиры, углеводы полноценно и витамины и минералы для того, чтобы каждый день порождалась полноценная клеточка. Из полноценной клеточки функционировал полноценный орган и так далее. Вот давайте рассмотрим несколько, я привела всего лишь несколько витаминов и минералов, которые есть. И вот сейчас рассмотрим первый, да, витамин D. Почему я взяла витамин D? Потому что очень часто говорят, да, это витамин D, витамин D. То есть будь на улице, будь на улице, он же сам вырабатывается в нашей организме, принимай солнечные ванны, и все будет хорошо. Ну, смотрите, витамин D, он усваивается только с кальцием. И при этом очень важно, согласитесь, вот сейчас, прежде чем мы начнем рассматривать несколько витаминов, рассмотрим, что очень важно, чтобы каждый из этих витаминов и минералов, он присутствовал в рационе ребенка каждый день в нужном количестве и в совокупности с другими витаминами, потому что по отдельности они очень часто не усваиваются в нашем организме. Это как витамин А. Всем нам детям говорят, что хочешь, чтобы было хорошее зрение, обязательно кушай морковку, да. Кто в детстве кушал морковочку, да, напишите в чате, поставьте плюсики, кто морковку чистил и кушал, сырую, полезную. Есть кто кушал? Есть. Мне тоже мама в детстве говорила, кушай морковку, зрение, у тебя слабое зрение, то есть влияй на свое зрение. Но очень мало кто задумывается, что морковка, витамин А, он какой? Жирорастворимый. И, соответственно, от того, что мы кушаем морковочку, не кушаем морковочку, но если мы ее не подругаем и не добавим туда хотя бы оливковое масло, то пользы от нее никакой, потому что витамин А – это какой витамин? Жирорастворимый. И, соответственно, он просто не усвоится в этой среде и так далее. Поэтому очень важно давать комплекс деткам. И вот смотрите, витамин Д, я просто выписала то количество функций, на которых он влияет. Это работа нервной системы, капризы, кугливость, вялость, плаксивость и так далее. Очень часто говорят, у меня ребенок такой плаксивый, это проблема воспитания. А может быть, это проблема питания? Может быть, ему действительно не хватает витамина Д? На плаксивость, на нервное состояние также влияет, какой витамин? Мы знаем, В9 и так далее. То есть, может, это проблема не воспитания, а проблема питания. И просто в рационе ребенка не хватает этого витамина. Также замедляет рост раковых клеток. Вы просто задумайтесь. Если мы каждый день употребляем необходимое количество витаминов Д, то замедляется рост раковых клеточек. То есть, насколько это важный витамин. Участвует в процессе минерализации зубов наших деток, что тоже очень важно. Посмотрите, как много проблем с зубками у наших деток. Уменьшает шелушение зуб, покраснение кожи. Плюс вместе с кальцием участвует в процессе формирования костной ткани и влияет на рост наших костей, на рост нашего организма. Часто слышишь от родителей, ты неправильно сидишь и так далее. Это влияет на свою осанку. А может, мы просто не даем достаточное количество витамина Д ребенку, и поэтому у него просто склонность к тому, чтобы у ребенка были дефекты именно осанки. И так далее. Плюс витамин Д укрепляет иммунную систему, является профилактическим средством. И вот мы взяли один витамин. Точно так же можно говорить про каждый из витаминов. И он не выполняет какую-то одну функцию. Он выполняет много функций. Он функционирует, и он взаимодействует с другими витаминами. Но смотрите, для того, чтобы получить один витамин, минимальную дозу, нам нужно, чтобы наш ребенок выпивал полтора стакана молока, либо 450 грамм морского оконя, либо творог съедал каждый день. Это только один витамин. А возьмите витамин К. А витамин К – это свертываемость крови. Вы просто задумайте, какой важный витамин. Витамин К. И он, кстати, витамин К, он содержится в очень малом количестве витаминов и минеральных комплексов. А витамин К – это свертываемость нашей крови. Вот это очень сложное, очень сложное название. Это свертываемость крови. От того, как наш организм, да, то есть как будут укрепляться наши стеночки, сосуды и так далее. На это влияет витамин К. А витамин К поступает, вот посмотрите, откуда. Он должен ребенок съедать 200 грамм тыквенных семян, либо зелени. Чей ребенок съедает 150 грамм петрушки, либо 150 грамм шпината. Каждый день. Для того, чтобы было полноценное количество витамина К. А также в нашем организме есть еще витамин С, витамин В1, витамин В2, Е, А, да, и так далее. И каждый витамин, и вот обратите внимание, да, для того, ну вот остановилась на следующем слайде, А, В6, для того, чтобы получить витамин В6 необходимый, ребенок должен съедать 2 килограмма творога. Просто задумайтесь, какой ребенок может это съесть в день. И остальные витамины и так далее. Либо печень, либо петрушка и так далее. И вот все вот это должен получать каждый день ребенок. Скажите, кто, чей ребенок съедает вот эти все объемы пищи? И какой родитель может действительно высчитать то необходимое количество витамина К? То есть все мы знаем, что это важно, что это нужно. Но кто это посчитает? И поэтому очень важно принимать витамины и минералы. И даже если мы все-таки влияем еще, да, на содержание, питание наших деток, то согласитесь, что те продукты, которые сейчас на наших прилавках, они отличаются, они действительно отличаются от тех продуктов, что были 20 лет назад, что были 30 лет назад. Потому что сейчас огромное количество химикатов используется. Плюс хранятся как наши фрукты. Согласитесь, что сейчас, и пообратите внимание, как много зеленых фруктов приезжает к нам. Да, зайдите в Евро. Зеленые бананы лежат, да, зеленые апельсины и так далее. Но насколько я помню курс, да, школьная программа, что витамины когда-нибудь, они попадают в то яблочко, да, откуда, из земли каждый день, пока в процессе созревания. А если это яблочко срывается зеленым, то какие витамины туда попадают? И, соответственно, сейчас для хранения тоже, одновременно с тем, что ребенок скушает это яблочко, он с этим еще получит кучу, кучу, кучу ненужных химикатов. И, конечно, на вопрос, нужны ли детям витаминов и пищевые, ну, то есть витамины омега при пищевые добавки. Сейчас абсолютно каждый ученый об этом говорит, да, это необходимо, потому что только 12% рекомендаций выполняется. Посмотрите, то есть для того, чтобы ребенок был здоров, необходимо 100%, он имел, хорошо успевал в школе, он рост, развивался гармонично, получал хорошие оценки. Если он ходит в школу, нужно 100%, а он получает 12%. И поэтому очень важно, чтобы дети дополнительно принимали витамины и минералы. Ну и, конечно, омега-3, которые вообще в организме ребенка никак не вырабатываются. В принципе, если мы кушаем каждый день 100 грамм красной рыбы, то у нас к нам вообще никак не поступает. И что необходимо учитывать именно при выборе витамина? Мы уже поговорили, что это действительно важно, что каждая функция, она зависит от витаминов и минералов. Очень важна сторона производитель. Почему это важно? Потому что, согласитесь, многие из вас слышат, особенно сейчас, если взять, да, в Белоруссии, у нас же есть тоже витамины, минералы производятся, лекарственные средства и так далее. Но вопрос, какого качества витамины, минералы, лекарства и так далее производятся в Белоруссии? Очень часто слышишь, вот я купила Борисовский, там, что, валидол, но что-то он мне не помогает. И нужно съесть для того, чтобы получить полезное, да, то есть необходимую дозировку, но нужно хотя бы увеличить дозировку в 20 раз, чтобы получить действенное количество необходимого вещества. Вы просто задумайтесь. Но одновременно с этим, в этой же витаминочке, что-то еще есть. И одновременно с тем, что мы получаем необходимое, мы получаем кучу еще ненужного для нашего организма. Конечно, стандарт GMT. GMT – это стандарт, высочайший стандарт производства. Можете зайти в аптеку и спросить, есть ли у вас витамины, минералы стандарта GMT. На что еще мы обращаем внимание? На синтетический или натуральный состав. То есть очень много сейчас витаминов, минералов, они в аптеках. Огромное количество. И согласитесь, что они разные по ценовому, абсолютно разные по ценовому диапазону. Почему такое происходит? Очень многое зависит от состава именно этих витамин. Потому что очень многие производители для того, чтобы удешевить продукт, они используют синтетические витамины. Что это такое? То есть приходят в лабораторию ученые и синтетическим путем создает витамины и минералы. То есть это не натуральный комплекс, а синтетический, созданный искусственно. Это то же самое, как масло и маргарин. Масло, натуральный продукт, да, сливочное, и маргарин. Это синтетический созданный продукт. Это транжир. И натуральные витамины. Что такое натуральные витамины? Это все то же яблочко, с которого взято все самое лучшее, высушенное, взятое лучшее, и запихнули в капсулку. Вот это натуральные, да, или полунатуральные витамины их называют. То есть состав натуральный. Внутри. Также мы обращаем внимание при выборе витаминов на вспомогательные ингредиенты. То, что еще добавлено в витаминку, кроме витамина А, В и так далее. Потому что очень часто мы читаем витамин А, В, Д и так далее. И все. И на этом мы останавливаемся. На самом деле, очень часто заходишь в аптеку, видишь красненькие, зелененькие, желтенькие витаминки. Они такие яркие. Дети так обращают на них внимание. Хочу красненькую, хочу черненькую, хочу вон ту желтенькую и так далее. Но на самом деле, мы должны понимать, как взрослые, что нету в природе таких цветов. Нету. Согласитесь. То есть нету таких черных, ярких, оранжевых и так далее цветов. То есть это искусственные красители и ароматизаторы. Кроме того, оболочка. Оболочка тоже вредна для нашего организма. И поэтому на это мы тоже обращаем внимание. И я обращаю внимание, конечно, на wellness от Iris Lime. И как любой родитель, я еще раз говорю, что я выбрала для своего ребенка витамины, минералы. Мой ребенок сейчас не болеет. Кстати, тоже очень часто говорят, ну вот я куплю витамины, минералы, да, пропью месяц. Все, мой ребенок не будет болеть. Вопрос. Сколько организму ребенка не хватало витаминов и минералов? Насколько его организм уже истощен? А мы хотим за месяц вернуть все необходимое и при этом еще, чтобы он восстановил свой иммунитет и так далее. И, соответственно, витамины, минералы обязательно нужно пить каждый день. И мы, как родители, влияем в первую очередь на здоровье наших детей. Очень часто мы говорим, говорим, врачи виноваты, школы виноваты и так далее. Но во многом мы можем влиять на наших детей, на их здоровье. То есть это наше питание. То есть следить за питанием деток, чтобы они получали полноценные белки и углеводы, жиры омега-3, да, и витамины, минералы. Потому что это позволит быть вашему ребенку здоровым, улыбаться, успевать в школе быть энергичным, ну и, конечно, радовать нас своими результатами. И сейчас я хочу включить, я включу сейчас вам видео. Наталья, Наталья Таран. Сейчас, секундочку. Это человек, который является специалистом в области питания. Добрый день, Олег Моэль. Здравствуйте, ребята. Я вас очень рада видела. Когда мы подбираем детям витамины, микроэлементы, необходимо помнить, что для ежедневного профилактического использования необходимо, чтобы в витаминах содержалось только 50% от суточной дозировки витаминов. Остальное ребенок должен получать с продуктами питания. И эти витамины должны содержать максимальное количество витаминов и микроэлементов в одной таблетке. Мы платим деньги и хотим, чтобы максимально полностью наш ребенок был защищен. Чтобы он содержал за эту цену не два витамина и два микроэлемента, как бывает в некоторых производителях, а полностью весь спектр. Витамины Wellness – это те витамины, которые разработаны в соответствии с рекомендациями Всемирной Организации Здравоохранения. Это те витамины, которые производятся только из натуральных ингредиентов, из экологически безопасных областей. Омега-3 жирная кислота имеет запатентованный, уникальный процесс очистки. Обычно на своих лекциях я люблю рассказывать ступени этого процесса очистки. И они приготовлены в соответствии со стандартами джимпи. Мы делали... Вот когда эти витамины попали мне в руки, мне хотелось понять, ну в чем же их такая уникальность? В чем отличие от тех... Это от того большого количества витаминов, которые есть сегодня в аптеках. И мы взяли витамины, наиболее употребляемые, часто и назначаемые врачами. И выяснилось, что витамины Wellness – это лидеры. Лидеры во всем. В них 13 витаминов и 8 микроэлементов. Чемпион равных ему нет. Это те витамины, которые вообще не содержат в своем составе красителей. И важно, что в них нет искусственных ароматизаторов. Эти витамины не содержат в своем составе желатин и крахмал. Те компоненты, которые используют при изготовлении синтетических витаминов. И витамины Wellness Kids и омега-3 жирные кислоты, они действительно помогают детям гармонично развиваться, быть здоровыми и идти в ногу со временем. Ну так, что влияет на развитие детей? Родители, которые создают условия, которые являются примером. Педагоги, врачи, здоровое питание и, конечно, витамины. А мне еще хочется в заключении сказать, что английский педиатр в 17 веке еще говорил, что здоровое питание еще важнее, чем одежда. Пусть наши дети растут здоровыми. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Научный сотрудник. Вы просто задумайтесь. Научный сотрудник НИИ питания. Российская Академия Наук говорит о том, что витамины, минералы от Арифель, они лучшие. Они лучшие. Если это говорит человек, который анализировал абсолютно каждый продукт, который на рынке. Вы просто задумайтесь. То есть этот человек знает все, что выпускается, что продается в аптеках. Абсолютно все. И он говорит, что витамины, минералы от Арифель лучше. Согласитесь, это многого стоит. И мнение такого человека обязательно стоит прислушиваться. 18, ой, вот уже начала говорить. 13 витаминов, 8 минералов. Все необходимое, да, помните, мы говорили о том, что каждый витамин, он отличает, и минерал, он отличает за определенную функцию в нашем организме. Все необходимые, основные витамины от Арифель. Не содержит искусственных красителей, ароматизаторов, карахмала и желатина. И сертификат GMP. И все это в наших витаминах. Обратите внимание на основной состав. Ну и, конечно, то, о чем мы говорили. Что это зрение наших деток. Это мозг и нервная система. Если мы хотим, чтобы наши детки надевали очки. Если мы хотим, чтобы они все успевали, а зреть им нужно, а они развиваются быстрее, чем мы. Они каждый день высваивают такое количество информации, что просто нужно каждый день помогать им в этом. Согласитесь, что мы, как родители, должны им в этом помогать. Конечно, наш иммунитет. Иммунитет наших деток. Это кости и зубы. Ну и, конечно, это энергия мышцы. И принимайте витамины. И, конечно, ваши детки будут здоровы. Но и не просто я, как мама, могу об этом говорить. Я, конечно, всегда прислушиваюсь к чему? К советам специалистов. К советам тех людей, которые, к мнению которых прислушиваются. Конечно, в первую очередь это врачи. И вот сейчас перед вами на слайде Тор Линберг. Это выдающийся педиатр в Швеции. То есть человек, через руки которого прошли огромное количество деток с различными заболеваниями. То есть этот человек создал свой сайт, на котором давал рекомендации родителям по писанию, по лечению, по здоровью деток. Он очень заботится о здоровье деток. И этот человек, сейчас, кстати, его сайт признан государственным сайтом Швеции. И, кстати, такой человек говорит, что витамины от Арифлайн лучшее, что есть на рынке. И рекомендует пить витамины и минералы от Арифлайн. И на что еще он обращает внимание? Что витамины и минералы обязательно нужно пить круглогодичный. Не нужно делать перерывы. Потому что витамины и минералы, они уходят из нашего организма каждый день. Они не задерживаются в нашем организме. И, соответственно, они должны приходить каждый день в наш организм. Очень важно комплект. И в самом конце, то есть он опять же говорит о важности каждого витамина в росте и развитии организма в детстве. Но в самом конце он еще пишет такую фразу. С комплектом витаминов и минералов ваш ребенок будет ежедневно получать все необходимое для роста и правильного развития вне зависимости от его рациона. Не всегда мы можем влиять на рацион наших детей. Мы стараемся, как родители. Но когда ребенок получает каждый день необходимую витаминку, то я как мама уверена, что минимальную необходимую дозировку он получил. И здесь я уже позаботилась о его здоровье. И вот здесь представлено несколько слайдов. Помните, мы говорили о сравнении витаминов и минералов, которые продаются на рынке. И мы говорили о том, что витамины Арифлан являются чемпионами. Вот обратите внимание на особое, на красную, на красную, на красную, на красную надпись. Что это такое? Это химический состав. Вот смотрите, красный содержит канцероген. Черный вызывает аллергию и так далее. И в очень многих продуктах, которые выпускаются на наших рынках, и детки наши эти пьют, вроде бы хорошие. Витамины и минералы мы хотим им дать. Но одновременно с этим мы даем им всевозможные ежки, красители, сахар, сахарозы. То, что не совсем хорошо влияет на здоровье наших детей. Ну и, конечно, еще раз обращаю внимание на витамины и минералы Арифлан. Вот взяла витаминку и витаминку своего ребенка. Вот обратите внимание, что она без оболочки. То есть она не содержит оболочки, содержит необходимые 13 витаминов и 8 минералов. Подпластитель ксилит, который не просто полезен, но плюс еще специалисты очень часто говорят о том, что ксилит очень хорошо влияет на зубы наших детей. Нет химических красителей и ароматизаторов. И когда я даю своему сыну витамины, я с абсолютной уверенностью, ему и так хватает, я знаю, что ему и так хватит тех ещек, красителей и так далее, которые приходят к нему в пищу. Поэтому кс витаминам минералы, я хочу ему дать самое лучшее. И, соответственно, когда даю витаминку от Арифлан, я с абсолютной уверенностью знаю, что там нет ненужного для организма. Но самое важное, нет опасного, то тех красителей, которые не используют, несут вред, несут разрушение для детского организма. Ну и, конечно, натуральные ароматизаторы. Апельсин и лимон, которые, опять же, там содержится масло, причем для витамин и минерал используется, как я уже сказала, масло. И оно не так вызывает аллергии у наших деток. Ну и, конечно, страна-производитель. Это Швеция. В Швеции у нас ассоциируются с чем? В гарантии качестве. Это уже о многом говорит. Ну и, конечно, еще раз, да, мы прописываем все самое лучшее, что есть в наших витаминах и минералах от Арифлан. Но самое важное, что, когда мы даем витамины и минералы, то есть я с абсолютно уверенностью знаю, что у моего ребенка, я защищу его от того, чтобы у него появились многие заболевания. То есть витамины, они улучшают зрение, повышают сопротивляемость болезням дыхательных путей. Помните, те основные болезни, о которых мы говорили? Повышает иммунитет, правильное развитие нервных систем, здоровье костей, зубов и кожи, нормальное физическое развитие, активность, психическое состояние. И на все это мы влияем, сделав одно маленькое действие, буквально одно, дав ему каждый день с основным приемом пищи, витамины от Арифлан. Позаботьтесь обязательно о своих действиях. И если брать дозировку, 4-9 лет – это одна штучка, 10 и более лет – это две штучки. Сейчас мы говорим об этом, и буквально недавно старый слайд не обратила внимания, что уже на новых витаминов и минералов, обратите внимание, что уже идет прием 3-х лет. Но если вы принимаете чуть раньше, чем 4-х лет, то есть немножечко уменьшаем дозировку, и, соответственно, если 3-х лет, то берем половинку, либо через 2-х лет, 1 пропускаем и так далее. Но обязательно каждый день мы делаем перерывы между приемом витаминов и минералов. Почему? Потому что каждый день наш ребенок растет, каждый день у него рождается определенное количество клеточек, и каждый день ему нужны для построения этих клеточек, для правильного функционирования, где ему нужны фламины и минералы. Ну и, конечно, помните, что обязательно еще необходимо омега-3. Почему? Потому что это тот продукт, который не поступает в организм, он не вырабатывается в организме ребенка, но он необходим. И об этом говорят абсолютно каждый педиатр, что ребенок интенсивно растет. И для обновления клеточек ему нужен строительный материал, белки и, конечно, правильные жиры. Правильные жиры, потому что наша клеточка, мембрана клеточки, она состоит на 80% из омега-3. И если не поступает омега-3 в организме взрослого человека, у него возникают проблемы. А что уже говорить о маленьком организме, который растет, которому нужно большее количество витаминов, минералов, ну, конечно, полноценных всех же белков и так далее, и, конечно же, омега-3. Вы просто задумайтесь о важности именно омега-3 для ребенка. Каждый день растут, обновляются клеточки, растут клеточки. Нужно большее необходимость. Если мы не даем омега-3, то появляются, грубо говоря, все же дырки в оболочке. А если дырка в оболочке, то что будет с этой клеточкой, у которой дырка в оболочке? Соответственно, ребенок, помните про тот зонтик, который мы делаем. Соответственно, если будет какая-то инфекция, то есть он быстрее ее подхватит. Соответственно, будет больше болей, будут хронические заболевания и так далее. И, соответственно, нам придется его лечить и замкнуть икру. Соответственно, неужели сложно сразу позаботиться о здоровье ребенка и дать ему необходимую, просто задумайтесь, необходимую жирную кислоту омега-3, необходимую челюсть. И, соответственно, как я уже сказала, омега-3, она не вырабатывается в организме. Соответственно, мы, как родители, должны позаботиться, чтобы ребенок ее получал. Она очень важна в построении, в структуре нашего, организма нашего ребенка. И, соответственно, обязательно он должен посыпать каждый день в организме клеточку нашего ребенка. Потому что жирные кислоты в первую очередь повышают работоспособность. Вы просто подумайте. То есть от того, устал ребенок, высидел один урок или два, сможет ли он отработать в школе, отучиться в школе 4 урока, полноценно отучиться и воспринять информацию. Или один урок. Или уже на первом уроке он уже засыпает. Во многом зависит и от омега-3. Плюс он очень важную роль омега-3 имеет в развитии органов зрения. Потому что сейчас, как глаза, помните оболочкам, на 80% она состоит из омега-3. 80%! Вы просто задумайтесь об этом. Влияет ли омега-3 на грудь или нет, если она не поступает к нам? Если ребенок каждый день съедает минимум 200 грамм красной рыбы, причем это должна быть высококачественной, не перемороженной, не закопченной и так далее, выловленной в холодных морях красной рыбы. Съедает ли ваш ребенок такое количество красной рыбы? Причем она не должна быть обработанной. И вот это все должен съедать ребенок. И омега-3. А потом мы говорим о чем? О зрении, о том, что наши детки одевают очки. Плюс омега-3, она оказывает противовоспалительное действие на наш организм. То есть она противостоит всем инфекциям, которые воздействуют на наш организм. Помните? Клеточка, оболочка нашей клеточки. Если она хорошая, полноценная, то она защищает нашу клеточку из них. Их инфекции просто не попадают в наш организм. Соответственно, ребенок защищен. Он меньше болеет. Плюс предупреждают, как я уже сказала, переутомление и стрессы. Плюс, что очень важно, это наша сердечно-сосудистая система. Просто задумайтесь. Маленькое сердечко, которое растет каждый день, оно во многом зависит. И каждый сосудик, он зависит от омега-3. Дайте нашему организму ребенку омега-3. Плюс это, конечно, зубы, кожа, волосы и так далее. Но и, конечно же, это внимание и память наших детей, чтобы они усваивали ту информацию, которая дается в школу. Конечно, необходимо не давать омегу-3. Ну и, конечно, омега-3 от Арифлэнт. В чем ее преимущество от других продуктов, которые продаются на рынке? Омега-3 от Арифлэнт сделана из тушки, а не из печени рыб. В свое время в Советском Союзе была программа. Помните, давали рыбий жир, но очень быстро ее прикрыли, эта программа, потому что рыбий жир был плохого качества. И он добавился из печени и имел очень много тяжелых металлов, то есть он был плохой обработки. И плюс, соответственно, обязательно нужно было еще плюс делать перерывы, потому что было очень сложно для детского организма усвоить этот рыбий жир. Рыбий жир от Арифлэнт сделан из сушки, поэтому он очень легко усваивается, и его можно принимать абсолютно каждый день, не делая перерывы. Соблюдены рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения. Плюс, соблюдены международные стандарты GMP, то есть высочайшие стандарты производства. От самого первого до самого последнего этапа производства Омеги-3 от Арифлэнт, то есть соблюдаются строжайший контроль качества. И, соответственно, когда мы берем эту упаковочку Омеги-3, мы с абсолютной уверенностью говорим о безопасности этого продукта, потому что, согласитесь, что это очень важно, и мы как родители в первую очередь должны будем работать о безопасности наших детей. Ну и, конечно, 5 ступеней очистки. Не просто 5 ступеней очистки, но эта обработка, она запатентована в Арифлэнт. И когда мы берем на вот эту вот баночку, баночку, да, Омега-3, то мы с абсолютной уверенностью, еще раз говорю, можем говорить о высочайшем стандарте, ну и, конечно, о качестве данного продукта. Кроме того, что содержит Омега-3, также есть витамин Е, который предотвращает осетление и является натуральным консервантом, благодаря чего Омега-3 может храниться дольше. Плюс содержит натуральный ароматизатор. Обратите внимание, натуральный ароматизатор, он не содержит вредных компонентов для наших детей. И, конечно, не содержит искусственных напитателей, ароматизатора, отдушек, сахара. Опять же, вместо сахара идет филипп. И, да, вот сейчас перед вами все 5 стадий очистки Омега-3. Ну и, конечно, о дозировке. Способ применения. Кому можно употреблять Омега-3? По инструкции, применять Омега-3 можно в 3-х лет по 1 чайной ложке в день. Как можно принимать Омегу-3? У меня ребенок раньше, первый раз, когда я дала ему Омегу-3, он просто отказался из-за пить. Поэтому я, как мама, просто дам вам несколько своих рекомендаций. Очень хорошо Омега-3 капает на хлебушек. На то, что любит ваш ребенок. На хлебушек, на булочку и так далее. То, что он любит, то, что он ест. Лёж Омега-3 можно добавлять. На бутерброд, можно добавлять в кашу. Самое полезное, наверное, это утром кашу. В вашу кашу обязательно добавите ложку Омега-3. И ребенок получит полноценные углеводы. Но и при этом еще и Омега-3. Если брать необходимый Омега-3, нужны ли детям до 3 лет Омега-3? Как вы думаете? Нужна ли Омега-3 до 3 лет? Ну вот, смотрите, вы сами отвечаете на мой вопрос. Да, конечно, нужна деткам, которые растут, которые развиваются. Вот смотрите, если брать грудничка, если у вас грудные дети. Вот просто задумайте, какое развитие переживает ребенок, маленький ребенок за месяц. Просто за месяц своего жизни. Уже 2 месяца, да, он просто лежит и смотрит по сторонам, а потом он начинает переворачиваться, двигаться. И сколько открытий для его мозга и так далее. И, соответственно, обязательно помним о том, что если у вас грудные дети, и, конечно, во время беременности, не забудьте, как мама позаботится о здоровье своих детей. И обязательно пейте Омега-3. Советская медицинская школа рекомендовала применять Рэби-Жир детям уже с 4 недель жизни. Пусть, ну, где-то 4 капель 2 раза в день и так далее. Соответственно, по рекомендации я скажу нет. То есть все в 3 лет можно пить Омегу-3. Но вы, как мама, должны сами понимать, что если ваш ребенок появится ниоткуда, не получает до 3 лет, конечно, нужно тоже думать о том, как она поступит в организм ребенка. О том, что это развитие, а это память, это мышление, это иммунитет нашего ребенка. И все это Омега-3. Поэтому обязательно позаботитесь о том, чтобы ваш ребенок получал Омегу-3. И Омега-3 является лучшим, в том числе, Наталья Таран, лучшим на нашем рынке. А мы, как родители, должны давать своим детям самое лучшее. Обратите внимание, что в одной ложке Омега-3 содержится 1400 миллиграмм полезных кислот, жирных кислот. И, конечно, в первую очередь мы должны слушать то, что нам рекомендуют именно врачи. И сейчас перед вами слайд Бурчик-Ульмур. Это магистр диетологии. Просто представьте, специалист, и она является разработчиком группы ученых, которые разрабатывали Валенс от Арифлей. И она говорит, что до 10 лет минимум дети должны обязательно употреблять Омега-3 в жидком виде. Она просто необходима нашему ребенку. Ну и, конечно, в жидком виде она более безопасна для наших детей. Ну и, конечно, лучше усваивается. Но особое внимание я хотела Ваше уделить именно на вот этот вот слайд. Профессор Сикстен, доктор медицинских наук, человек, который является, вы просто задумайтесь, Нобелевский лауреатом. Топ-5 хирургов мира. И он говорит, что для здоровья детей Омега-3 очень-очень важна, потому что она важна для строительства наших клеток. Нету Омега-3, соответственно, наша клеточка неполноценна. И обратите внимание, что в Норвегии врачи рекомендуют использовать Омега-3 для родителей уже в 6-месячном возрасте. В остальной Европе со 3-х по заказательствам. Но очень важно, чтобы мы были уверены в здоровье наших детей. И, соответственно, обязательно выбираем родительский желт и даем им обязательно его следить. Поэтому все равно, как наш ребенок его получит. Самое важное, чтобы он оказался в организме нашего ребенка. Поэтому я рекомендую вам пить Wellness Piece от Aritian, который является высококачественным продуктом. С продуктом, который имеет огромные, который прошел огромное научное исследование, который безопасен для наших детей. Который содержит натуральные ингредиенты, все необходимые для нашего ребенка. И, конечно, очень часто возникает вопрос в день. Я уже не говорю, конечно, каждая мама говорит о том, что хочет самое лучшее для своего ребенка. Но, тем не менее, мы каждый день заходим в магазин и покупаем на кассе какой-нибудь, возле кассы какую-нибудь шоколадку, какой-нибудь киндер-сюрприз и так далее. Для того, чтобы порадовать своего ребенка. Но вы просто задумайтесь, что вместо этого, или вместе с этим, то есть обязательно, те же 8900 в день, это стоимость одной капсулы здоровья. 8900, одной капсулы здоровья, одна витаминка, которая даст вашему ребенку полноценно развиваться, расти и радовать вас своим здоровьем. И омедо-3, 6850 рублей по вкусу. Всего лишь, ой, получается, 15 тысяч в день. 15 тысяч в день вложить в здоровье вашего ребенка. Много это или мало решать вам, как родители. Велико Террифлайн является лучшим на нашем рынке. И, конечно, для ваших веток, для самых лучших веток, веток ваших, конечно, нужно выбирать самое лучшее. Чтобы ребенок радовал вас, рост здоровым, конечно, выбирайте эти продукты, включайте из всего питания своих веток. Будьте здоровы, заботитесь о здоровье, о своем, о здоровье вашего ветка. И, конечно, не забывайте про необходимое. Включайте в рацион питания витамины, минералы и омега-3 от Арифлайн. Потому что здоровая семья – это в первую очередь счастливая семья. И на этом все, о чем я хотела с вами сегодня поделиться. Я надеюсь, что я была вам полезна. И сейчас передам слово следующему спикеру. Если вы еще сомневаетесь... Продолжение следует... Продолжение следует...